Яйца в кулак Всем привет, с вами Дэксник. Сегодня у нас снова очередная фигурка на обзоре. Сегодня на обзоре у нас Дэдпул. Оу, так это не салон. Прошу прощения, я думал тут отбеливают анусы. Это у нас копия фигурки Меско. Такая вот коробочка яркая с логотипом Дэдпула. Такая вот богатая комплектация, подставка, 8 сменных рук, дополнительная голова, катаны, автомат с подствольным гранатометом, 4 гранаты, 2 пистолета, вот такие вот еще лимонки. Все с изображением Дэдпула. Такая вот богатая комплектация. Тут он изображен в разных позах. Ну что ж, давайте вскроем эту коробку и посмотрим, что нас ожидает внутри. Внутри нас ожидает вот такая вот фигурка. Она не очень большая, 17 см, даже чуть меньше, 16 см, наверное. Тут у него на спине для кота ножны. Тут кобура для пистолетов. Наверху тут на плечах у него для подствольного гранатомета, для гранат, такие вот крепежи. Фигурка такая покрытая каким-то, ну как материалом матерчатая, вот такая голова, плотный пластик. Фигурка довольно такая симпатичная. Комплектация вообще очень богатая. Еще ни в одной фигурке вроде столько не было всего. Давайте я покажу вам его поближе. Такая вот у него голова, тут и ремень с эмблемой Дэдпула. Тут у него задница такая. Тут искусственная кожа, блестит. Сапоги из пластика сделаны. Такая вот симпатичная фигурка. Ссылка будет в описании. Покупала в Алиэкспрессе, как и все фигурки. Так что поехали по его артикуляции. Изгиб в колени. Тут тоже самое. Главное, что не видно вот этих суставчиков. Согнул и не видно. Как будто фигурка безсуставная. Потому что покрыто все материалом. Это очень здорово. Что же, давайте посмотрим дальше по артикуляции. Крутится, вертится подошва ног. Не подошва, а стопа. Тут тоже самое. Сапоги, конечно, не крутятся. Только изгиб в коленях. Также есть движение в тазобедренном суставе. Можно даже его на шпагат поставить. Главное, чтобы не порвать этот материал, который покрыт фигурка. Также есть небольшое движение в поясе. Совсем ограниченное. Также есть движение в локтях. Крутится, вертится кисти рук. На этой руке тоже самое. Тут тоже движение в локтях. Руки можно вверх даже поднять. Вот так вот. Типа он выиграл битву. Такое радуется. Яйца в кулак. Также. Можно так вот даже бицуху показать. Тут грудная мышца вот так торчит. И 360 градусов движения головы. Суставы очень хорошо все двигаются. Все отлично. Фигурка очень нравится мне. Единственный минус, что она не очень такая большая. Даже вроде чуть меньше неки. Неки там где-то 17-18. Это где-то 16, наверное. Ну, может, тоже 17. Просто выглядит как-то. Миниатюрнее, что ли. Что ж, давайте поедем по комплектации его богатой. В комплекте шла вот такая вот сменная голова. С прищуренным одним глазом. Вот это одна голова, которая нафигует. Вот дополнительно. Ну, практически они ничем не отличаются. Тут у него какой-то взгляд такой обдолбанный. Один глаз широкий, другой такой суженный. А тут оба такие прищуренные, как будто он злой. Также в комплекте шли вот такие вот сменные руки. Кисты для разного оружия, для гранат. Также в комплекте есть вот такие вот две катаны. Какой же Дэдпул без катан. Давайте я покажу вам поближе. Вот одну хотя бы. Так вот она выглядит. Рельефная такая вот ручка. Тут даже лезвие такое немножко рельефное. Вот тут немного рельефленая. Такая вот катана. Вторая тоже самое. Также в рельефе. Ничего не вытаскивается. Они разъединяются на две части. Просто такая летая пластиковая катана. Также в комплекте есть вот такие вот лимонки. с изображением логотипа Дэдпула красного цвета. Сейчас я покажу одну поближе. Вот такая вот лимоночка. Довольно неплохо выглядит. Не знаю, вам видно, нет? Что-то фокус не уловится. Вот такая вот лимоночка. Их четыре штуки. Также в комплекте вот такие вот два ствола Дэдпула. Тоже с логотипом Дэдпула. На рукояти. В магазине ничего не вытаскивается. Детализация неплохая. Подкрашена черная серебристая краска. И красная краска на рукояти. С изображением логотипа Дэдпула. Такие вот два ствола. Также в комплекте вот такой вот автомат. С прицелом. С подствольным гранатометом. Магазин вытаскивается. Это плюс. Этот подствольный гранатомет так вот двигается. Довольно неплохо. Детализация прекрасная. Очень много всяких мелких деталей. И активности. Что можно двигать. Подствольный гранатомет. И в магазин вытаскивать. Такой немножко весь. Поцарапанный. Такой. Побывавший в бою. Подствольные вот эти гранаты. Вот они. Их шесть штук в комплекте. Давайте я вот одну покажу поближе. Вот она вот так вот выглядит. Давайте засунем ее в подствольный этот гранатомет. Влезет? Нет. Вот она влезает. Надеюсь хоть не выстрелит. Нет ничего такого нету. Никакой активности. Потому что там пружина какая-то. Сейчас я ее вытащить не смогу. Вот она торчит там. Если видно. Не вытаскивается она. Сейчас как-нибудь попытаюсь. Ее выклинуть. Чтобы она выпивала. Вот она вытащилась. Такая вот богатая комплектация. А чуть не забыл. Еще есть подставка. Подставку перечите не забыл. В пакете была вот такая вот подставочка с логотипом Дэдпула. Вот такая вот палочка с держателем. Зажимом. Вот это. Можно убрать. Пимпу эту. Терчащую. Или можно есть вот на ботинках вот такие вот отверстия. Можно его просто на подставку вот так поставить. Ну там подошвой зацепить. Он будет стоять на этой подставке. А можно вот это вытащить. И вставить саму эту держатель этот. И зацеплять его на этот крепеж. Ну кому как нравится. Можно просто на подставку его поставить. Башмаками зацепить. А можно вот таким вот зажимом. Типа он там летит. Там стреляет. Прыгает бегает. Ну короче кому как нравится. Вот это плюс. Вот это вся комплектация которая с ним шла. Все это оружие аксессуара. И вот подставка вот такая вот. Вот это все. Все что с ним шло. Ну что ж давайте посмотрим его в разных позах под музыку. Живучи дабстеп сука. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такая вот была у нас сегодня фигурка на обзоре. Это у нас был Дэдпул. Кому понравилась данная фигурка ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал. На группу вконтакте. На инстаграм. Всем хороших фигурок. С вами был Дэк Снег. Всем удачи. Всем пока.